Здравствуйте! Сегодня мы на квартире у Артёма. Здесь у нас была видеосъёмка с двумя пацанами, которые выводили черновую стадию. Они пошли на другой объект, на смену им пришли наши новые ребята, и они уже доводили весь ремонт до конца. Я бы хотел спросить у Артёма, комфортно ли ему было работать с нашими пацанами, всё ли хорошо? Да, здрасте. Всё нормально было. Ребята, которые делали черновую, сделали отлично. Это Женька, он уже был время делать, Серёга. Нужно. Да, спасибо, парни. Потом продолжили другие ребята, Саня с Димой, тоже сделали всё на высшем уровне. Так что советую заказывать тоже их. Да, в прошлый раз как-то это и было. Всё отлично, да, никаких нареканий нет. Всё здорово. Можно я тебя садим туда. Садись, ты. Это Александр. Я ему пожму руку за то, что он не подвёл, то, что он сделал всё нормально. Напарник ещё у него был, но сейчас он не здесь, поэтому он в кадр не попал. В общем, несколько слов о этом ремонте. Ну, всем спасибо. Вот так, да, здорово. Обращайтесь к вам в монтаже. До свидания. Поэтому мы сюда зашли на этот промежуток времени, выполнили часть объёма. Пацаны уходят туда, куда мы и договаривались. А сюда сейчас заходят другие парни, но которые тоже в нашей команде. Можем посмотреть здесь. Здравствуйте. Сегодня мы снимем квартиру уже в чистовом варианте. Это с Кунцева, квартира Артёма. Он нам оставил отзыв после наших пацанов, которые были вторыми. У нас до этого были первые, которые тоже получили отзыв на этой квартире. То есть Артёму понравилось работать с нами. У нас сейчас будет коротенькая видеосъёмка, потому что мы сейчас спешим. Ещё ремонт, скажем так, не закончен. Уже вечер, нужно собираться. Вот ещё осталось порядок завершить. Давайте посмотрим сюда. Что здесь получилось? Ну, можно, чтобы Саня зашёл в эту комнату. Это небольшая квартира. Это квартира бабушки Артёма. И он её здесь обустраивал. Здесь натяжные потолки. Потолки здесь невысокие. Сразу предупреждаю, натяжные. Монтаж потолков проводили не мы. Проводила другая организация, нанятая Артёма. Здесь, соответственно, вы видите шкаф купешный. Я не знаю, там сейчас бардачок или не бардачок. А, нет, там достаточно. Там уже достаточно убрано. Да, там уже достаточно убрано всё получается. Вот, это вот для бабушки всё сделали. Так, здесь, кстати, дверь. Вот, что я хотел показать. Тогда видеосъёмка шла в черновом варианте. Здесь раздвижная дверь. Пенал виджи. Дверь не знаю, чья. Вот, ну, дверь вот такого типа. И, в общем, мы сейчас смотрим вот на этот пенал. У меня там где-то есть фотография его. Когда я сюда приезжал, ещё не было у нас стен. Вот, здесь есть ребра жёсткости. Это металлический пенал. Под штукатурку. Там есть сетка. И сейчас здесь Артём присутствует. Я его показывать не буду. Но он мне просто сказал, что этот пенал называется вирджи. Да. А, виджи? А, вот. Виджи. То есть, это под европейские стандарты. Типа под дверью 72-62. Если ставится полотно 60-е, тогда здесь планочка. Добавляется, чтобы заузить, соответственно, дверной проём. Это единственное решение вот в такой небольшой квартире, чтобы компактно как-то расположить дверь. Потому что, понимаете, здесь шкаф-купе со стеклом, а там коридор. Будет неудобно ни туда, ни туда открывать дверь. Поэтому это, на самом деле, реальное решение. Здесь у нас штукатуренный пенал. Так. Санузел. Мы немножечко вот так вот сейчас посмотрим. Дверка здесь в подиум. Вот если сможешь зайти. Здесь будет, точнее, не будет уже есть кабина душевая. Сейчас, как я говорю, здесь отмывается. Здесь потолка слив идет. Для бабушки сделано сиденье, чтобы можно было сидеть и мыться. Так, ладно, пойдём туда. Так, кстати, зеркало. Здесь одни нюансы были. Он захотел, то есть Артем захотел светильники эти потом по сторонам поставить. Но Санинка справился с этой задачей. Всё получилось хорошо. Хотя, на самом деле, этих светильников здесь не было. Пойдём дальше. Так, что ещё? Здесь, получается, комната и кухня. Вот, монтаж кухни не закончен. Как сказал Артём, приехал в монтажную кухню и сказал, вот сто процентов, говорит, да Юнь, тут нету девяносто градусов. Ну, а когда начал мерить, оказалось всё правильно, всё раз в девяносто. Говорит, ну больно, как непалчиво. Всё чётко, да. Это хорошо. Здесь, кстати, тоже сейчас нету столешницы. Здесь будет столешница. То есть она должна быть в один уровень. Под кухню здесь ещё что-то подложено, чтобы было всё это в одном стиле. Так, что мы ещё посмотрим? Ну, вот зайдём на балкончик. Балкончик небольшой, говорю, квартира небольшая. Но, как говорится, ой, вот здесь вот один нюанс есть, кстати, между прочим, на будущее. Вот такие вот такую штуку. Здесь поставлены такие, скажем так, опускающиеся ставни, как это называется, шторы. Вот. Из-за того, что выпирает, вот, здесь идёт неполное открывание. И здесь уже есть небольшая травма. То есть травма-откоса. В данной ситуации, вот мы, я даже не знаю, что мы могли бы сделать. Здесь у нас откос очень должен быть сильно туда развернут. Но изначально мы вот этого вообще не знали. Ну, некоторые вопросы заказчика, точнее, не вопросы, а некоторые пожелания заказчика появляются по мере строительства. Вот, поэтому вот здесь вот теперь будет небольшая проблемка. Открывание двери идёт не до конца. Как справиться с этой теперь задачей, уже будет, ну, сложнее, чем было бы это возможно сделать раньше. Так, балкон. На балконе не проводилось капитальное утепление. Здесь проводилась отделка. Здесь, получается, панели. Там есть небольшое утепление, оно чисто такое, фиктивное. Вот. И лёгкие стеклопакеты. Вот. Плитка на полу. Ну, что ещё можно сказать? Штукатуренный откос. Вот. В принципе, можно на этом закончить видеосъёмку. Вот. Мне понравилось работать с Артёмом. Вот. Артём понравилось работать с нами. С Аней, который снимает, ему тоже понравилось. То есть, это наше совместное сотрудничество. Поэтому на этой радостной ноте я говорю вам до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Самоклеющаяся штука. Здесь вот самоклейка. Её снимают, соответственно, вот она. Вот. Самоклеечка эта. Опа. И клеится. То есть, сделано для подписывания всяких, допустим, проводов, для наклеивания на какие-то элементы. Вот она, самоклейка. И потом клеится. То есть, вот пацаны уже прифигачили сюда. Это всё на самоклейках. Напечатано на этом аппарате. Принтер для печатления этикеток. А, это принтер для печатления этикеток. Мобильный. Можно так сказать. Вот такая полезная штука у Лёхи недовидела. Теперь можно клеить кого угодно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!